Всем добрый день! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я гуляю в районе проспекта Мира и сейчас я нахожусь на Большой Спасской улице. Она расположена в центральном округе Москвы и относится к району Красносельский. Начинается от Садово-Спасской улицы, граница с Большой Сухаревской площадью, и, изгибаясь, выходит на Каланчевскую улицу. Протяженность улицы около километра, где-то примерно 900 метров. Свое название Большая Спасская улица получила в 18 столетии созвучно стоявшему здесь храму во имя Спаса Преображения и образовавшейся вокруг него Спасской Слободе земляного города. Здесь проживали в основном дворцовые работники. Первые упоминания Спасской церкви можно найти в московской летописи еще в 17 веке, а в 1872 году по проекту Зодчего Николая Ивановича Фенисова были расширены церковные пределы. При большевиках в 1937 году храм снесли. Непродолжительное время улочка именовалась Березинским переулком по фамилии одного из местных домовладельцев. История улицы все-таки неразрывно связана состоявшими здесь Спасскими военными разармами. Вы знаете, я вот сейчас свернула в переулочек, это Спасский тупик. Мне просто интересно стало, что там находится в глубине, потому что я вижу здесь вот такие вот достаточно старинные здания. Мне просто захотелось зайти во двор. Я в последнее время очень полюбила ходить по дворам, потому что во дворе очень всегда много чего интересного можно найти. Если просто идти по улице, снимать или смотреть, то не всегда можно найти все. Есть какие-то такие фишечки, всякие такие вот мелочи, которые, идя по основной улице, собственно говоря, даже и не найдешь и не узнаешь. Поэтому я решила все-таки свернуть вот этот вот Спасский тупик и посмотреть, что здесь интересного. Длина этой улочки всего 130 метров. Она отходит от Большой Спасской улицы. Тупик назван в девятнадцатом веке по Большой Спаской, в которой он примыкает. В 1926 году по 1986 он назывался Первый Спасский тупик и, собственно говоря, доходит он на юг по направлению улицы Маши Порываева и кончается в городской застройке. Вот вы видите кирпичная застройка. Опять же, здесь вот с левой стороны я иду вдоль жилого дома, а по четной стороне здесь дом номер 6, строение 1, Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий, Российский союз исторических городов и регионов. Но здесь очень много разных организаций находятся в этом здании. И в доме номер 6 находится Рострой изыскания. Ну, ничего такого особо интересного, кроме старого здания, вот этого с трубой, я здесь не нашла. Но дальше сейчас я вам покажу. Я нашла симпатичный домик во дворе с очень забавным рисунком. И мне очень нравится, когда люди, живущие в том или ином доме, в той или иной местности, они не просто так заходят домой, выходят из дома, в дом из дома, а вот они как-то облагоустраивают свои дворы. Им не все равно, как выглядит территория, которая прилегает. Вот вы сейчас видите этот домик, прилегает к их дому. И мне очень это импонирует. Вот вы видите, здесь дномики симпатичные. Я не знаю, здесь какая-то, видимо, хозяйственная вот эта вот постройка. И вот так вот мило она оформлена. Ну, я опять вернулась на Большую Спасскую улицу. Здесь тоже вот с правой стороны такое же примерно кирпичное здание. Видимо, здесь раньше были какие-то, я не знаю, или фабрики или что-то такое, какие-то здания. Ну, я тоже не знаю, я не нашла, что там находилось. По левой стороне понятно жилой дом, а вот справа, вот это кирпичное здание, если вы знаете, что это такое, то напишите, пожалуйста. Продолжение следует... а мы с вами подходим как раз к самой интересной исторической застройки она уже почти в самом конце осталось в ближе к садовому кольцу и здесь находится один и одна из достопримечательностей этой улице это на большой спасты дом 19 дом майковых дом предположительно в период возвели период с 1780 по 1790 годы он выполнен в стиле раннего классицизма характерного для того времени честно с вами до него дойдем вон там желтенький такой вот за этим кирпичным зданием красного цвета зданием в пожар 1812 года особняр значительно пострадал и часть его пришлось даже разобрать дом восстановили из пепла только в 1820-х годах подняли его на остове прежнего острове прежнего фундамента а потому он сохранил свои изначальные габариты от старой постройки по мнению специалистов остались лишь каменные стены двух комнат со сводчатыми потолками в левом крыле первого уровня строения тогда же особняку и придали ампирный вид дошедший до нынешнего времени без особых изменений 1838 году владение выкупили представители дворянского семейства майковых или майковых остававшиеся хозяевами особняка вплоть до 1906 года одним из известных домовладельцев аполлон александрович майков приходившийся кузеном русскому поэту тайному советнику и член кору петербургской академии наук аполлону николаевичу майкову сам он заслужился до должности ровмейстера был известным словистом публицистом а также действительным статским советником вот это здание желтое после 1850-х годов дворовая территория садом начала застраиваться всевозможными пристройками 1908 году проявили некоторую перепланировку первого уровня после чего там появились отдельные помещения для небольших лавочек и контор так некоторое время здесь работала аптека русикова молочный магазин китова и лавка байбекова после прихода большевиков в бывшем особняке майковых разместилась дзержинская районная больница некоторое время здесь находилась кафедра биологии медико-стоматологического института имени евдокимова во времена советского союза в доме несколько изменили внутреннее пространство демонтировали антресоли а снаружи дома пристроили дополнительные объемы в здании были проведены реставрационные работы с период 2006 по 2009 год здание было реставрационные работы с 2006 по 2009 год здание приподняли на 80 сантиметров увеличив тем самым сокольную часть строения тщательно были воссозданы внешний вид и декор фасадов сегодня дом номер 19 на большой спасской улице находится под охраной государства памятник культурного наследия 2 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Дальше опять идут дома Вот это кирпичное здание С правой стороны кирпичного цвета Я не знаю, я не нашла Что это такое И поэтому я вам расскажу О Спасских казармах Которые также являются Достопримечательностью Они находятся Сейчас вы видите с левой стороны Желтенькие такие, длинные Находятся по адресу Садовая Спасская, дом 1 Или же Большая Садовая, дом 1 Они стоят углом Это памятник федерального значения Основаны казармой были В 1798 году Как артиллеристы И с 1920 года Именовались уже Перегопскими В 18 столетии Владение Под нынешними Спасскими казармами Находилось в собственности Генерал-аншефа Графа Ивана Симоновича Гендрикова Приходившегося племянником Российской самодержице Екатерине I В 1760-х годах Он возвел в усадьбе Трехэтажный особняк Проект которого Возможно Выполнил Зодчий Василий Баженов В 1785 году В особняке Работала типографическая компания Под руководством Николая Ивановича Новикова Издателя и журналиста В 1798 году Бывший особняк Гендрикова Отошедшего в том времени В казну Реконструировали Под устройство Там артиллерийских Казарм В тот же период В усадебной территории Выстроили из камня Еще 4 казарменных корпуса В пожар 1812 года Казарменные строения Получили значительные Разрушения И были полностью Установлены Лишь спустя Три десятилетия В период С 1828 по 1929 годы На местной Кооп-вахте Содержался Причем в подвале Закованным в кандалы Русский поэт И переводчик Александр Иванович Полежаев Служивший тогда В спасских казармах В чине Унтер-офицера Под арест Он попал За ослабление Фельдфебеля Сделавшего ему Замечание За позднее возвращение В часть Вот с левой стороны Как раз Тянутся казармы Это был не первый Случай Бузетерства Полежаева Имевшего Весьма Сверный Характер А потому И наказание Было Столь Жестоким Ко всему Прочему В этих Стенах Он написал Крамольное Стихотворение Узник Денис И снялся Выражения По отношению К российскому Императору Николаю Первому В 1842 Году Казарминное Здание На садовой Спасской Один Выдарившие Во время Вторжения В Москву Наполеона Были полностью Отремонтированы В 1904 Году Казармы Перевели Второй Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича Полд Гринадеров В 1905 Году В начале Первой Русской Революции Солдаты Создали В Спасских Казармах Ревком И посадили Под арест Всех Офицеров В 2014 Году После начала Мировой Войны Сюда Перевели 192 Пехотный Полд Во время Событий 1917 Года Здесь Солдаты Расквартированных Казармах В воинских Подразделениях Приняли Сторону Большевиков В 1920 Году В ознаменовании Победы Красной Армии Под Перекопом Они получили Название Перекопские В период С 1926 По 1941 Годы Казарминные Корпуса Занимали Подразделения Прилитарской Дивизии После Окончания Две Отечественной Войны В корпусах Разместили Различные Гражданские Государственные Учреждения Сегодня В бывших Спасских Перекопских Казармах На Садовой Спасской 1 Находится Управление По Противодействию Экстремизму Входящее В состав МВД Российской Федерации Ну Комментируйте Всем Здоровья Всем Удачи Всем До свидания Пока Пока До встречи Здравствуйте 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 Субтитры Субтитры Продолжение следует...